привет вам радио хулиганы и радио хулиганки сегодня я научу вас немножечко хулиганить хулиганить будем с помощью вот такого небольшого устройства что она делает сейчас вы все сами поймете многие из моих зрителей спрашивают меня что можно сделать такого чтобы сосед который громко слушает музыку через свою блюпуп колонку мог бы заткнуться хотя бы на время принцип то действие просто из любого сотового телефона у которого есть вайфай блюпуп можно на колоночку пересылать музыку и она играет ну и еще также известно всем наверное что можно очень легко сделать радиопередающие устройства из любых в принципе деталей то есть она вообще не требует ума и не сложно делается вот примеру на старой микросхеме к 155 латре можно сделать устройство которая будет радиопередатчиком если у вас нет микросхемы транзисторов или туго с пониманием электрики то можно сделать вот на обыкновенном герконе а можно и самому изготовить геркон и сделать радиопередатчик насколько я помню в начале ролика я точно сказал что ролик для радио хулиганов и для радио хулиганок почему потому что эти передатчики во первых ну к примеру вот такой он искровой он вообще запрещен к использованию и вы выходите в не положенный диапазон а раз не положен диапазон вы нарушаете какой-нибудь закон сделаете вы на герконе сделаете вы на микросхеме сделайте вот по такой схеме использовать это нельзя и я вас предупреждаю не делайте так как я показываю вот не надо так делать ни в коем случае не делайте вот сколько предупреждений а схема между прочим вот она схема простая то есть она может быть сделана на любой логической микросхеме мне больше нравятся вот такие микросхемки И именно на них я и делаю свои вот такие хулиганские извращения. И если вот в данном случае с большим конденсатором эта микросхема генерирует импульсы с очень низкой частотой, и это моргалка, да, светодиодная, настоящая, своими руками собрал, то вот эта микросхема, она уже работает на более высокой частоте. На более высокой частоте, и кое-что делает это, кое-что я вам сейчас прямо и покажу. Схема в студии уже была, она очень секретная, очень запрещенная, поэтому кому надо, перемотайте ролик чуть-чуть назад и посмотрите на эту схему. Что я буду использовать? Ну, суть проста, суть эксперимента такова. Вот у меня есть радиоприемник, он будет у нас контрольной точкой, он будет воспринимать и радиосигнал, то есть, возможно, там будет какое-то радио, и помеху. И мы посмотрим, насколько вот эта штуковина влияет на радиопередачу, а точнее на радиоприем вот этого радиоприемника. Радиостанции у нас в Владивостоке довольно слабоватые, часто сбиваются, часто передают с помехами, поэтому сигнал, который принимает приемник, довольно-таки слаб. Перебьет его эта штука или нет? Но суть вопроса и суть эксперимента в том, что вот я запущу музыку с этого телефона на вот эту вот колонку, это JBL BluePoop Wi-Fi, вот, и мы посмотрим, справится ли вот эта вот маленькая дрянь с тем, чтобы перебить сигнал того самого телефона, который передает музыку на вот эту вот JBL колонку. Всем понятно, что мы делать будем? Вот сейчас мы этим и займемся. Чтобы связаться с телефончиком с колонкой, конечно, колонку надо включить. Вот этот-то потопный телефончик. Bluetooth mode. Bluetooth connecting. Please wait. Вот колонка заиграла, она пытается соединиться с телефоном. Сейчас давайте посмотрим список устройств. Вот здесь вот эта колоночка называется 1816. Тыкаем на нее. Сейчас. Ждем. Ждем соединения. Колонка должна соединиться. Или уже соединилась. Проверим сейчас на музыку. Так. Сейчас она голосом должна сообщать, что Connect успешный. Bluetooth connected successfully. Вот. Именно это она должна была сказать. Так. Во, все. Заиграла. Ужас какой. Да? Вот будет вот это вот тарахтение у вас из-за стены. И что же делать? Можно по стене стучать, а можно кое-что другое сделать. В общем, сейчас я запущу с телефончика музыку. И мы попробуем этим устройством немножко помешать колонке. Думаю, такой музончик нам подойдет. Ну и давайте попробуем нажать кнопочку и активировать радиопередатчик. Bluetooth disconnected. Bluetooth connecting. Please wait. Как видите, мы сбили Connect между телефоном и колонкой. Получилось. Причем удерживать надолго не надо. Потому что достаточно просто дать импульс, чтобы они потеряли связь. Сейчас вот ищут, а я им мешаю. Не знаю, найдут сейчас снова или нет. Проверим. Смогут найти Connect. Давайте снова попробуем подключить систему. Bluetooth connected successfully. Хорошо. Получилось включиться. Вот. Снова будет связь. Снова я запущу музыку. Так. Где у меня музыка? И мы проверим следующее. Так. Ну-ка. Так. Где музыка? А, есть музыка. Хорошо. Ой. Как громко, зараза. Ладно. Выключим немножко. Вот. И мы проверим следующее. Мы сейчас включим радиоприемник и посмотрим, насколько сильно эта штука влияет на радио. Сейчас все располагается в кадре, поэтому эксперимент будет именно такой. Даже вот на таком близком расстоянии сможет ли эта штуковина заглушить радиоприем именно вот такого радиоприемника. Обычного радиоэфирного FM радиоприемника. Так. Включаем. Так, ну, сделаю тихо, потому что песню нельзя запускать. Это запретно, это банят. И сейчас там где-нибудь новости найду и проведем эксперимент по новой. Ну вот. Играет радио. Играет колонка. И давайте проведем этот эксперимент. То есть телефончик, тут все нормально. Сжамкаем. Радиостанция не перебита, но при этом Bluetooth оторвался напрочь. Давайте снова попытаюсь его восстановить. Bluetooth connected successfully. Ну, вот снова соединил. То есть обрывается только соединение телефона и колонки, при этом на радио помех нет. Так, убираем срочно, а то музыка заиграла. Извиняюсь. Испытывать расстояние, на каком действует вот эта система, я не стал. То есть меня интересовал сам принцип. Можно ли заглушить? Играть. Играть. А как же играть? Ну-ка. Играет. 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 Кто-то там наслаждается музыкой. А мы ему сейчас это дело рубанем. Опаньки. Bluetooth disconnected. Bluetooth connecting. Please wait. Ну, думаю, хватит баловаться. Как я уже предупреждал, предупреждаю и предупреждать буду. Такое устройство возможно. Оно перебивает просто один диапазон частот. Ничего страшного, удивительного в этом нет. Ссылочка будет в описании, где такие устройства используются на серьезном уровне. Вы же никогда такого не изготавливаете, потому что это наказуемо. Вы все-таки мешаете связи. Хотя, ну, Wi-Fi BluePoop забить можно, ну, не знаю, насколько осторожно. Если, допустим, у вас будет какой-нибудь супермощный телефон, и у него, значит, есть этот Bluetooth-передатчик, вы усилили каким-то образом его сигнал, вы точно так же будете перебивать эту самую волну, на которой общается гаджет вашего нелюбимого соседа, там, или соседа по автомобилю, у которого громко играет музыка, и его Bluetooth-принимающие колонки. Но это действует только на один диапазон. То есть, я собрал чисто ради любопытства, ради эксперимента. Вам не рекомендую. Что здесь есть? Ну, индикаторный диод – это вообще не в счет. Это всего лишь одна микросхема. Как я уже говорил, передатчик сделать очень легко и просто может каждый даже из гвоздя и палки. А вот этот передатчик, работающий на высокой частоте, способен внести помеху только для связи телефона и JBL-колонки, но при этом не наносит ущерба радиоприему обыкновенных радиоприемников, ну, и, очевидно, радиопередатчиков. Радиохулиганам, я думаю, эта самоделка тоже не мешает. Ну вот, как-то так, ребята. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok